Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас в гостях Юми Рун, и у нас очень интересное видео, которое уже выложено у неё на канал, ну а я только сейчас дошла своими лапками до того, чтобы его смонтировать и выложить. Это забег по онлайн-игре World of Warcraft, в который я играю ещё со школьных лет, но с большими перерывами, и вот Юми предложила мне заснять вместе забег по данной игре, и я согласилась. В чём же вся суть? Суть очень весёлая, ненормальная, и для тех, кто делал слишком большой перерыв в игре, это вышло боком, но при этом и на руку. Объясняю, в этом видосике будет происходить забег. Мы создадим двух абсолютно одинаковых персонажей, это будут ночные эльфы-друиды, которых нельзя будет качать заданиями, нельзя будет одевать какой-то крутой шмот. Да и в принципе оставить нужно было только базовую одежду, даже снять посох, но мы об этом в самом начале забыли, и никаких спеллок, никаких умений, ничего использовать нельзя, даже навык превращения в лохматого кошака, ничего нельзя было использовать. И цель забега от базовой точки респауна, где вы появляетесь вашим свеженьким новеньким персонажем, добежать аж до Штормграда. Если вы шарите за карту World of Warcraft, то сами подумайте, каково добежать от Дарнаса, даже нет, от Тернистой долины, если не путают, до самого Шторма. Это очень большой тяжелый путь, особенно если, к примеру, раньше я играла активно, и у меня в голове сохранились старые маршруты с кораблями, с полетами, то сейчас в последних версиях игры все это изменилось, и все стало выглядеть абсолютно по-другому. Так же, как корабль из Дарнаса, больше не ходит в Штормград, а там стоит портал. А условия забега были такие, кроме всех вышеперечисленных, нельзя пользоваться порталами, и можно использовать только один раз полет. На этом, кстати, в самом начале забега я испотыкнулась, точнее, мне Юми дала подсказку, которую я решила воспользоваться, но в итоге это вышло боком мне же. Как вы помните, раньше можно было от Дарнаса спуститься порталом вниз, но этот портал считался, иначе по-другому просто никак не попасть вниз. И шел корабль от Дарнаса до Темных Берегов. Да-да, это было очень давно, но этот способ остался у меня в голове. И в итоге я использовала полеты от первой таверны до самого Дарнаса, где спустилась вниз к причалам, и влипла в такую ситуацию, что полеты я уже использовала. Но порталом пользоваться нельзя, а, собственно, на Темные Берега больше никак не попасть. Это был косяк, до которого я потом пыталась Юми объяснить, что это так не работает, там больше нету корабля до Темных Берегов, и теперь нужно только полетами туда отправляться. А полетами до Темных Берегов можно только от нижней точки Дарнаса, от причала. И мы поняли, что у нас произошел косяк, но забег уже начался, начинать заново не было его никакого смысла, и мы продолжили. И мне пришлось вплавь, плыть до Темных Берегов. Там, разумеется, была зона усталости. Мой персонаж удачно помер, и я восстала, скажем так, на Темных Берегах. На Темных Берегах мне пришлось использовать Ангела. В правилах, кстати, о которых мы говорили, Ангела тоже нельзя было использовать, но тут такая ситуация, что, ну, по-другому никак. Вот, таким образом наши пути разошлись, но, тем не менее, Юми обогнала меня на этом этапе, а дальше вы можете смотреть кусочки того, как вообще проистекал маршрут. Темные Берега, ё-моё, а оттуда? Ну, а дальше, думаю, сама. Смотри, давай с тобой с тобой поделимся. Ага. Откуда будешь отплывать? Откуда? Ну, откуда. Самое простое, самое легкое, скажем так, куда тебе, ну, во времени оно примерно одинаковое. Пример. Ай, блин, я забыла, я за Альянс. Я забыла, я забыла, я, я забыла, я, я, да, блин, из-за тебя и Лёхи я уже, как, несколько лет ордынцам бегаю, я уже пере, 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 перестроилась на гримарское ордынское мышление. Нет, извините, я передумала. Ну, короче, у тебя есть два стула, северные степи или полевые топи. Идея, я думаю, очень многие знают, как выглядит путь от Тиранистой долины до Штронгада. Подожди, надо, надо подумать, надо расставить свои корабли в морском бою, подожди, пожалуйста. Подстава в том, что вся карта закрыта, она вся просто в пятнах, ни дорожек, ни тропинок. И я ничего, я ничего не помню. Не, ну, я помню, вот... Ты играла в последнее время в Warcraft больше нет. Я хочу рискнуть и сдохнуть. Можно я уже начну подыхать? Мирно и умиротворенно. Чё, всё, бежи? Нет, 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 нет. Как же со старта со сковеечки побежала? И я такая стою, типа, чё, шо, куда? Так, сейчас подожди. Раз, два, три. Я побежала на три, заметьте. Просто то, чё-то, когда знаем трейдеросилы, сокращаем везде одинаково. Ну, блин, конечно. Типа там... ШО? ШО? Ну, всё, я уже, всё. Мне кажется, можно уже... Можешь, давай я в болотину. Погоди, можно использовать один полёт? Один полёт? Один полёт. Один. Приветствую. Блин, ну ты красиво решаемо. Блин, нет, оно нерешаемо. Решаемо. Я только сейчас поняла, что оно решаемо. Оно нерешаемо. Как оно решаемо, скажи мне? Ты думала, что я сейчас на тёмный берегах вону? Нет. Ну? Не тёмно. Ну? На Дарнасе. А дальше как? Блин, дальше легко. Я не буду тебя подказывать. Ты как думала. Я чё-то запуталась, я вообще... Я в Дарнасе, кстати, уже давным-давно не была. Нет, это просто было бы идеально. Как обидно. Ладно. Я хочу убедиться, потому что я не уверена в одной вещи. Вот, всё. Моя лажа была. Всё, я проиграла, по сути. В смысле, смотри, на Тель-Драсили есть полёты. Ты беги, давай. Подожди, стой, остановись. Куда я поплыву? Ты хочешь, чтобы я до тёмных берегов плыла? Вручную? Ладно, всё. Тогда бежим. Куда бежать? Ты куда бежать? Ладно, нет, тёмные берега вроде... Я просто бежала сюда. С какого дополнения ты играешь? А вот и пошли вопросики жизненные про World of Warcraft. Ты меня познакомила с Вовом на Личкинге, но именно свою личную учётку я создала, когда купила, купила, внимание, словосочетание жизненное, купила коробочку с диском катаклизма. Не-не-не, вообще я посмотрела на твой экран, потому что сейчас я бегу. Была очень смешная ситуация. Я бегу по тропинке. Головейная ра-ра. Ну, типа того, да. И тут по тропинке на меня, чётко на меня несётся медведь. По тропинке. Моп. Агрессивный. Медведь вот чётко несётся на меня. Но при этом, знаешь, не то, что я к нему там на каком-то расстоянии подошла, и он на меня сагрился. Нет, блин, он просто... Я даже его не видела. Просто он начал нестись на меня. И тут у меня появилась мысль. А, что всё, сейчас будет полная попа. Он меня догонит, потому что он бежал чё-то как-то очень быстро. Вот. А потом я так думаю. Что сейчас произойдёт? Меня съедят. Ну и пофиг. Но тут происходит совершенно другое. Он бежит, бежит. Я отбегаю, как бы. И тут всё. Он успокаивается и начинает гулять себе по полянке. Я думаю. Ага. Ага. Ага, ты сагрился на кого-то. А на кого можно сагриться в таком тёмном лесу, бегая по тропинке? Наверное, Миша там где-то шастает впереди меня. А далее, к сожалению, видео крашнулось. Чуть далее. И получилось так, что я смогла сохранить начало этого видоса и успела до того, как оно совсем сломалось, обрезать и сохранить концовку, самую сочную часть этого видоса. А вот чётко середина, где были мои косяки, наши побегушки, где я застряла в каньоне, где я несколько раз умирала, где меня убивали драконы, короче, где были сами весёлые моменты, ну а также продолжение вопрос-ответ друг к другу, к сожалению, не сохранилось. Поэтому концовку я просто так вставляю, и вот, к сожалению, полноценной версии вопрос-ответа в этом видео не получилось. Так что смотрите в итоге, чем же всё закончилось. Миша, а я в шторме. О, отлично, всё, наконец-то, наконец-то. Не прошло и полувека. Ну-ка, ладно. Так, не-не-не, давай мы встретимся и с одной точки побежим искать. Так будет честно. Не важно, что ты меня ждёшь уже минут сорок, по-моему, на одной и той же точке, но сам факт, и я дощоль. Два часа и пять минут записи, я добежала. Спустя три смерти, два тупика. Станула, главное, это процесс. Так, а ты где? Окей, я готова. Так, иди сюда, иди сюда, кого ищем-то в итоге, я готова. Мы ищем верховный маг Накада. Всё, бежу. И вот уже, наконец-то, добежав до Штормграда, наконец-то, встретившись со своей сестрёнкой в виде мужика, мы начали последний этап забега. И вот если бы она меня не ждала, она бы реально выиграла. Я в этом даже не сомневаюсь. Но, вот учитывая то, что она меня подождала, я до неё добежала, начался последний этап нашего забега. Это поиск нужного НПС, о котором никто не знал. Название имя НПС было таковым, что я сразу поняла, что это квартал магов, и мы вдвоём рванули туда. Ну, там понятно было, там такое чародейское имя, но как меня помагнитило в нужную сторону, я не знаю. Почему я почувствовала, что это он, это же он, это он, на кадр. Что ты говоришь? Ах, и друин, я не хочу поучаствовать в сегодняшней лекции. Это он, это он, это он, это... А я, главное, знаешь, бегу и думаю, блин, мы же пробегали в той... Этой арке, где после арки магазин с тканями. Я думаю, блин, там точно нету. И я думаю, какие ближайшие маги вне башни магов. Я вспоминаю, что здесь ходили ученицы, какие-то, и вот, да, вот эти, вот эти учителя с учениками стояли, и мы пока бежали, ты, главное, повернула в его сторону, я уже ссать кипятком начала. Потом я бегу, навожу на него издалека мышкой, вот как только я увидел, я читаю Верховный Макнакада, и я бегу к нему, уже понимая, что я проиграла, и тут ты резко разворачиваешься и бежишь к баше. И я такая... А ты думала там, где порталы, да? Думаю, не нужно объяснять, насколько я была рада своей победе, потому что проигрыш был таков. Нужно было встать на самый верх почтового ящика, частично раздеться, точнее, нужно было целиком, но мы решили, что частично начать танцевать И писать всякий вот такой бред Боже Учитывая то, как мне было стыдно За свою сестренку Я безумно радовалась Что проиграла не я И мне такое не надо было Но пока там Несколько минут настояли Развлекались тем, что Юми Пребывала в своем наказании Какие это танцы Это прям вах Я дядя, мне нужен Что я дядя, мне нужен щупальца Мне не хватает, да Господа, мы были очень рады Что вы досмотрели до конца этого видео Что вы дожили до его конца Что вы, надеюсь, поугарали Посмеялись вместе с нами И вам понравился наш кипиш Всем пока Удачи вам И до встречи в следующем видео А Юми хороших Веселых шуботных видосов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!